Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Турция не преследует цель создания Великого Турана. Как передает канал 13, об этом российский министр заявил в интервью РБК ТВ. Если же говорить о Великом Туране как наднациональном образовании в историческом смысле, не думаю, что Турция преследует такую цель. Не вижу, как в реальности страны, бывшие частью СССР и ставшие независимыми государствами, могут эту идею в каком-то виде поддерживать. Наоборот, весь пафос их внешней политики и практика их деятельности заключается в том, чтобы укреплять свои национальные государства, сказал Лавров, отвечая на вопрос, боится ли Москва усиления Турции, если такие страны, как Азербайджан, выступают за Великий Туран. Глава МИД России отметил, что тема тюркоязычных отношений достаточно глубоко проникла в ткань сотрудничества между Турцией и другими странами, включая Азербайджан и ряд государств Центральной Азии. Лавров напомнил, что есть Совет сотрудничества тюркоязычных государств, в котором Россия участвует как наблюдатель. Несколько наших республик заинтересованы в контактах. Там они продвигают конкретные проекты. Есть Тюрксой – Международная Организация Тюркской Культуры. Существует и такая структура, как Парламентская Ассамблея Тюркоязычных Государств. Все они функционируют уже достаточно давно. У них есть свои планы, проводятся мероприятия. В основном это происходит через культурные, языковые, образовательные традиции, подчеркнул министр. По его словам, у Турции есть свои интересы. Это ее соплеменники, говорящие на одном языке. «Мы тоже хотим, чтобы русский мир имел возможности общаться. Создали разветвленную сеть организаций соотечественников, проживающих за рубежом. Открываем Центр Русский Мир при университетах в разных странах с сугубо языковыми, образовательными, научными целями», – пояснил Лавров. «Перенесемся в Карабах. Война закончилась, к счастью, подписали мирные соглашения. Много уже говорили про то, что там роль России, Азербайджана. Я хочу спросить еще про Турцию. Потому что я был в Азербайджане во время войны, и много слышал… Да, вот сейчас. И много слышал о том, что мы все за Великий Туран. Вот мы здесь в Москве не боимся такое усиление Турции. Азербайджанцы, да? Да, азербайджанцы, конечно. Ну, знаете, это, наверное, во-первых, мнение части общества. То есть Туран, для тех, кто не знает, это от Турции до нашей Средней Азии. Во-вторых, это мнение, говорю, части общества. Я не берусь сейчас процентным отношениям определять. Я так просто реагирую, как я, как мне видится. Во-вторых, я не думаю, что все из тех, кто вам это говорил, знают, что такое Великий Туран. Потому что тема тюркоязычных отношений, она достаточно глубоко уже в ткань сотрудничества между Турцией и соответствующими странами проникла. Включая Азербайджан и ряд стран Центральной Азии. Есть Совет Сотрудничества Тюркоязычных Государств, в котором мы участвуем как наблюдатели. Пара наших республик заинтересованы в контактах. Это все решаемо, и там они продвигают какие-то конкретные проекты. Есть Тюрксой, Культурный Совет Тюркоязычных Государств. Есть и такая, значит, структура, как Парламентская Ассамблея Тюркоязычных Государств. Они все функционируют уже достаточно давно, у них есть свои планы, мероприятия проводят. В основном это через культурные традиции, языковые традиции, образовательные традиции. Если же говорить о Великом Туране, как наднациональном образовании, в том историческом смысле, я, честно говоря, не думаю, что Турция такую цель преследует, поскольку не вижу, как в реальности страны, которые были частью Советского Союза и стали независимыми государствами, могут эту идею в каком-то виде поддерживать. Наоборот, весь пафос их внешней политики, вся практика их деятельности заключается в том, чтобы укреплять свои национальные государства. Если же говорить о Турции, то да, у Турции есть интерес, это ее соплеменники, так сказать, один язык. Мы тоже хотим, чтобы русский мир имел возможности общаться по тем или иным структурам. Мы создали уже разветвленную сеть организаций соотечественников, которые живут за рубежом. Создаем фонды, вернее, центры русский мир в разных странах, при университетах, с сугубо языковыми, образовательными, научными целями. Субтитры создавал DimaTorzok